Здравствуйте, простите, пожалуйста, я немножко опоздал, простите. Это я вас умоляю на две минуты, вы что? Вам можно бы... Евгений, вы же в Киеве были недавно, да? Да, сколько, 10 дней назад, да. Вы очень красиво прошлись с Дмитрием Гордоном по улицам Киева, только вы так можете прогуляться. Да, старались на радость нормальным людям, покормили хейтеров тоже и гомофобов. Я вашему гардеробу, я сам люблю приодеться, я завидую вашему гардеробу, как бы я еще вот, ну, есть что, есть чему поучиться, скажем так, сапожки ваши, я люблю красную обувь тоже, это такая фишка, знаете, непонятная, скажем так. Ну, у вас, я так понимаю, рекордные сборы, да, вообще? У меня есть интервью в Евросети в 2005, по-моему, году, 2004 или 2005, я не помню секрет фирмы или кому-то, где вы выдрали цитату мою, что обувь должна быть удобной и красной. Так что я последуюсь... А что у вас по сборам идет? Я знаю, у вас были дорогие очень... Первый был абсолютно феноменальный, там было где-то 460 тысяч, 455 тысяч собрали, и второй был 271. Вот, и это гораздо больше, чем мы планировали, и на данный момент, вот, может быть, завтра нам отдадут одну машину в Гдыне, в Гдыне одну. Ну, по-моему, в Дюссельдорфе просто мы выкупаем из магазина, и еще есть та редкая ситуация, когда на счету в медицинской нашей компании есть деньги, а медицины этой не хватает, они ее ищут. Но, так или иначе, все, что мы собрали, физически будет в Украине не позднее, чем, наверное, еще дней 7-8, и это все будет, может быть, 10. Все, что... все будет, грубо говоря, реализовано, и будет в частях у Таты Кеплера, у которой сегодня, кстати, день рождения, на складе, либо в пути, ну, в общем, мы практически отработали эти... Тата Кеплера знаком хорошо, она была тоже вот на Мюнхенской, если не ошибаюсь, конференции по безопасности. Цитируют ее речь там, вот, она... Да-да-да, она прекрасная. Молодец. Евгений, а к полку хейтеров таких прокремлевских или конкретно очевидных ботов в России... Они даже если не хотят быть прокремлевскими, они все равно получаются... Ну, то есть, в связи с вашими этими благотворительными усилиями на помощь Украине у вас добавилась там, вообще, компания травли вас, вашего имени в России? В России я не слежу. Если звонит российский даже журналист, которого я знал, любой российский номер после первого, после второго звонка я блокирую, никогда не отвечаю. Вообще, с российскими номерами никак не общаюсь, никак не взаимодействую. Там, то, что происходит там, я, честно говоря, не знаю, но мне кажется, у них как-то другие задачи, они, слава богу, про меня забыли. Ну, кроме, наверное, тех, которые бы с удовольствием замучили бы меня в тюрьме, вот, все остальные вроде как забыли, у них есть свои герои и антигерои, и пусть они там себе варятся у себя. Нехай, и хай, и нехай, как говорят на украинском. Друзья, вы смотрите «Фабрику новин», вы смотрите интервью с Евгением Чичваркиным, которого, несомненно, вы уже узнали, подписываетесь и на нас, и на YouTube-канал Евгения Чичваркина. Я, как понимаю, Евгений еще очень активный. Инстаграм. У меня активный инстаграм, а YouTube, он, кстати, не мой, его ведет человек, который просто энтузиаст, и он зарабатывает. Ну, хорошо идет, кстати, неплохой канал. Ну, и отлично, и отлично. Я туда не вмешиваюсь, там пока ничего плохого не было, поэтому... Понял. Вот, моя площадка — инстаграм. Инстаграм. Евгений, вот что... Давайте с такой темой, то, что произошло над Черным морем, чуть ли не Карибский кризис-2, Россия обвинила Штаты. Штаты обвинили в России в очень неосторожном, знаете, использовании воздушного пространства над Черным морем. Был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Вообще, в целом, вот, в сухом остатке, кто из этой истории вышел более сухим? Кто для вас выглядит слабым? Кто выглядит более сильным в этой истории? Слабым в этой истории выглядят дельфины, отравленные топливом, который российская авиация выплеснула туда. Ну, я бы так, как я это вижу, ситуацию. Чем занимаются деревенские мальчики около какого-нибудь большого санатория, куда приезжают мальчики, у которых родители работают в министерстве. Деревенские мальчики сидят в кустах, вот, и посылают маленького. Вот, видят, что идут мальчики хорошо, прилично одеты, флееры таких модных. И они посылают маленького. И маленький задирается. Маленький тут же огребает, и тут же из леса вытаскивают вот эти вот ватага уже таких ПТУшников. Они обдирают наушники, снимают кроссовки и бьют уже вот тех, которые мальчики в министерстве. Потому что для них, ну, для гопников очень важен вот этот вот формальный повод для драки. Вот, а Путин – это маленький гопник, которому кажется, что в кустах есть те, которые за него выбегут. А они не выбегут. То есть он задирается, а те очень корректно ответили, ну, летайте осторожнее, летайте аккуратно. Они совершенно не агрессивно ответили ему так, с высока, нищим от графа. Вот, мне показалось так. Ну, повезло, что они сбили то, где не было американского гражданина. Enjoy. Вы переходите на следующий уровень. То есть, как бы, показать, смотришь, на что мы способны, зная, что американцы не пойдут на конфронтацию, как и вот с этой ракетой, которая попала на польскую территорию. Да, да, да. Да, знаю, что они не пойдут на конфронтацию, но как будто кто-то в Кремле очень хочет, чтобы цифры финансирования поставок вооружения в Украину были в разы больше, а график уплотнился. Вот, как будто они все делают то, чтобы эти дальнобойные ракеты для хаймерсов были поставлены как можно быстрее. Вот, то есть он реально задирается, а в кустах у него вместо шести ПТУшников, как пел группа The Q, виртуальные воображаемые друзья. Евгений, ну подождите, вот один такой друг Си Цзиньпинь не виртуально, абсолютно физически, судя по всему, летит в Москву. Не дооцениваете ли вы вот такую крышу, как бы, какие вообще ожидания от этого визита? На что может рассчитывать Путин? Мы, конечно, можем быть свидетелями первый раз, когда внутренняя империя выйдет и станет, проведет какие-то внешние серьезные акции, в чем я очень сильно сомневаюсь. Единственное, что может делать Си Цзиньпинь, это платить за нефть, газ, древесину и еще что-то, что Россия готова туда продавать, юань. Это единственное, что он может сделать, и товарооборот растет просто вертикально, растет очень круто, и Россия получает валюту, а юань – это, безусловно, валюта, на которой в том же Китае можно купить до хрена всего, получает эту валюту. Вот, собственно, в этом вся дружба, мне кажется, и состоит. Может быть, я слепой, тупой и неправ, и позволю плюнуть себе в лицо, но никакой военной помощи не будет. Я знаю, что недавно в своем интервью, Евгений, вы сказали, что Си Цзиньпинь все-таки не решает исход войны в Украине. Мне кажется, что нет. Он может поддержать деньгами, покупая, но дарить деньги он не будет. Просто отправлять что-то не взамен чего-то он не будет. Как Америка отправляет сейчас не по ленд-лизу, а просто добровольно вооружение и боеприпасы, такого не будет. Как Европа добровольно переводит деньги, чтобы поддержать экономику Украины в рабочем состоянии, такого не будет со стороны Китая. Это будет торговля. И торговля, вероятно, где Россия в слабой позиции, потому что из-под солнца больше никогда продать не может. Вот вы как предприниматель, человек, ведущий в экономике и финансах, возможно, уже читали аналитику по поводу этого мирного договора, который при проследничестве Китая между Ираном и Саудовской Араной двумя крупнейшими производителями нефти. И, собственно, вот этот факт, что они как раз являются производителями нефти, указывает на то, что Путину и России рано ликоваться вот такому последничеству, которое отрезает от региона США. Как вы в этом контексте понимаете то, что произошло, каким боком это может вылезти для России, для войны в Украине? Вы знаете, мы, опять-таки, людей, которые предсказали кризис 2008 года, носили на руках и почитали как там некого Рубини. Рубини, да. Я, кстати, даже был у него в гостях как-то в Нью-Йорке, Нурел Рубини. Да, Нурел Рубини. Сказал «Черного лебедя», скажем так. Да, вот. Может быть, мы у него спросим, какая будет цена на него. Вот. Я, например, не могу ее предсказать. Мне не хватает там тех знаний, которые у меня есть, чтобы понять, продавят ее вниз, не продавят. А война очень много, во многом зависит от этого фактора. И потому что газовый шантаж провалился за газ, и Россия получает очень мало денег, это недостаточно. Учитывая полуизоляцию мировую и северное расположение, огромные расстояния, без нефтяных, без высокой цены на нефть, российской экономики. Ну, то есть, мне все припечатывают за то, что я сказал, что курс будет 200, а он не 200. Ну, я не мог, я ошибся в цене. Вы были в хорошей компании, Евгений. Байден тоже самое говорил. Да. Если вы помните. На энергоносители, что на какой-то момент шантаж сработал в течение года, и феноменальные доходы России позволили стабилизировать курс. А если там будут дни, как вчера на бирже, когда, по-моему, на 5 или 6 долларов упала нефть. Ну, таких там 5-6 дней достаточно, по большому счету. Ну, они не бывают под ринг, да, но если это так пойдет дальше, то там просто не будет физических денег, потому что огромное количество экономических сил так или иначе вовлечены в мобилизационный процесс военный. И без этого, ну, без этих денег они не смогут по-нормальному осуществлять его. Это, они же не производят машину, оборудование, еду. Они производят то, чем убивают. Вот. И оно может каким-нибудь вначале участвовать, и вроде как у себя и ВВП растет, но это же не является вложением, это является затратой. Вот. И так или иначе, оно высасывает из экономики деньги, и им придется допечатывать, либо не платить вовремя и заставлять, и мобилизованным не платить, а заставлять. И это другая конфигурация государства. Вот. И гораздо более, по шкале мобилизованности, гораздо более мобилизованная, чем сейчас. Сейчас еще очень много во всем этом добровольности. Компании, которые, там, субподрядчики, которые работают на войну, они, это все частные компании, которые могут так играть и ценами, и количеством, и прочим. Вот. Поэтому они понимают это, они мобилизуются, они готовятся. Но фактор цены на нефть, там не перепрыгнуть, не обойти. Если она грохнется, то все грохнется через какое-то время. И по поводу «Газпрома», мы упомянули «Газпрома», показатель «Газпрома» снизился в более чем три раза на 72,2% по сравнению с 2021 годом, по сути. И плюс еще новые санкции США, которые оставляют фактически без турбин. Возможно, вы видели силу Сибири, турецкий поток. Это, собственно, экспортные газопроводы «Газпрома». Поэтому там тоже все очень сложно. Ну, я не верю в санкции против турбин. Турбины они где-нибудь найдут. Ну, поставят какие-нибудь китайские, ну, или какие-нибудь корейские. Мне кажется, тогда они выкрутятся. Вот. А если рыночная цена низкая, здесь нечего, здесь ты не обманешь уже. Можно против действующих политиков воевать и обманывать. Людвига фон Мизеса не обманешь. Да, это, я понимаю, экономист из «Реалэкономик» школы, да? То есть реалистичная школа. Он родился в Лемберге, во Львове, и основателем австрийской школы экономики, ну, по сути, либертарианского видения. Это как Адам Смит, на самом деле. Да, 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 да. Он фон Хаек. Да, это все плюс-минус одна идея. Чикагская школа экономики. Чуть-чуть раньше это сформулировал, а те сформулировали позже и четче. Я знаю, что вы, как бы, вот такой, или вы либерал в социальном смысле, да? Я либертарианец. Либертарианец в экономическом, да, в экономическом. Я это уже в курсе. Для многих это звучит как пощечина, а я в восторге. Евгений, кстати, вот, ну, возможно, вы видели, я бы уверен, вы видели, этот сенсационный материал «Нью-Йорк Таймс» несколько недель назад по поводу того, кто все-таки стоит за взрывами этих труб Северного потока. Опять-таки, гадать, кто, мы не можем этого знать. И в этой статье тоже очень разбыто написано, что некие силы, симпатизирующие Украине. А мне вот вопрос, как и первый мой вопрос по поводу того, кто выиграл, кто проиграл, больше всего, на ваш взгляд, от взрыва этих труб. Кому это могло быть выгодно? Даже, может быть, в контексте геополитическом, нежели в экономическом. Ну, а правильно ли я понимаю, если взять точки, когда, даты, когда взорвались эти потоки, и потом проследить, сколько была прокачка газа через Украину, а мы же можем в эфире говорить, что сейчас Россия через территорию Украины качает газ, и этот газопровод по-прежнему работает. Украина получила, по-моему, 170 миллионов за транзит за прошлый год. И, как я слышал, что он чуть ли не, если не на всю катушку, то больше, чем в середине войны работает, гораздо больше гонит газа в Европу. А Украине это выгодно, несмотря на то, что по нему идет газ, за который просто оплачивается деньгами, которые сразу же идут на войну, потому что это Газпромбанк. Но, тем не менее, Украина не останавливает, не взрывает его, значит, это настолько выгодно. И европейские партнеры Украины тоже без этого жить не могут, иначе бы, наверное, это политически самоубийственное действие бы прекратилось. Вот, поэтому, наверное, в интересах. Вот. А в интересах, но здесь интересы Украины сейчас разделяет приблизительно 150 стран в мире, поэтому кто это сделал, я, честно, не берусь. Я даже туда не стал заходить, потому что я понял, что я не пойму, кто это сделал. Можно спросить у Юлии Латыниной, а она мудрая сова, все знает. Да. Ладно, раз мы уже на этой теме, и мы упомянули валюту, вы назвали юань сейчас, несмотря на то, что юань так и не стал, не становится расчетной валютой мира, доллар остается на своих главе в следующих позициях. Тем не менее, российские СМИ продолжают муссировать тему, что якобы санкции против России приводят к отказу многих стран от доллара, из-за чего якобы США лишаются способностей проецировать свою силу на международной арене. В многих странах это Якутия, Татарстан, Бурятия. То есть, опять-таки, это выдаваемое желание желаемого за 10? Нет, Россия глубоко, то есть большая торговля, она очень много транзакций в юанях стала, это абсолютный факт. Столько, сколько не было. Безусловно, для юаней это подспорье, и для Китая это подспорье, им выгодно и удобно, когда большая страна с ресурсами, оказавшись в слабой позиции, из-за того, что переругалась со всем миром, из-за своих очень олдскульных и агрессивных амбиций, они получают, я уверен, что то, по каким ценам реально получает Китай, а я думаю, что там еще какая-нибудь есть коррупционная составляющая, без этого у нас никак, это традиция такая. Я думаю, что там реально, они в восторге, как здорово они торгуют. Окей, ну вот еще такие заявления о российской пропаганде, ну ладно, про то, что там в Великобритании белок начали шрать, на самом деле, это деликатес, я всю жизнь мечтал попробовать белку, к сожалению, не попадал в эти рестораны, в Штатах их тоже подают, причем родкил, те, которые погибают на дорогах, их тоже, буквально рестораны там существуют, чтобы их мясо не пропадало даром, помню это заявление у Скобеевой на программе, но вот... Да, мы питаемся белками и моемся котами. И моемся котами. Ну вот заявление, что янки зарабатывают на этой войне, вот если, что называется, unpack it for us, распаковать это, насколько это может быть... Опять-таки, понятно, что здесь идет параллель со Второй мировой, о том, как действительно Америка финансово очень сильно поднялась после Второй мировой, но опять-таки... Ну там был ленд-лиз, а СССР выплачивало за это. У меня дедушка сначала был на Дальнем Востоке, следил за тем, как это все организовано по приглашению партии, а потом был в Бадайбо на золотых приисках, ну то есть он был на руководящей позиции и занимался контролем, чтобы все золотишко собиралось и ехало в Штаты. У меня дедушка член партии был с начала семнадцатого года, честный, искренний коммунист, искренний, и партия доверяла ему сложные вопросы. Ну вот... золото выкачивали, отдавали туда до какого-то, мне кажется, чуть ли не до восьмидесятых годов отдавали под ленд-лизу. Вот. Кстати, это вариант, если десантис выиграет для Украины, вероятно. Может быть. Ну потому что... Такой вариант, подождите, подробнее здесь. Запустить ленд-лиз, а не... Подождите, Евгений, это вообще отдельная тема, но с десантис, вы видели его недавнее заявление, он присоединился к Трампу и сказал, что защита интересов Украины не отвечает национальным интересам, интересам национальной безопасности штата. Десантис об этом сказал. Ну у него же будет 47 или 48 процентов избирателей, которые думают по-другому, и вероятно решение, при котором ленд-лиз, при котором из штатовского кармана ничего не уходит навсегда, идет в обмен, вероятно, это будет приемлемой формулой. Вероятно. Это предположение. Ну насчет... Вы правы, то есть на праймере, особенно республиканские кандидаты, они играют на, собственно, на самых таких оголтелых избирателей, потом уже, когда они избираются на пост кандидата всей партии, тогда у них мессенджинг уже меняется, и он становится более таким приемлемым. Так что тут действительно есть здравое звено, я на это надеюсь, по крайней мере. Если это произойдет, и он будет кандидатом, тоже спорный вопрос, Трамп все-таки остается лидером сейчас республиканской партии, и это, я считаю, большая трагедия. Извините, про Трампа, это у меня больная тема. Меня Матвей Гонопольский в свое время назвал главным трампологом, трампанутым Украины, и это действительно так. Мы отвлеклись. Так все-таки, Китай больше сейчас? Кто выиграет больше? Штаты или Китай? Войны. Мне кажется, что Китай в любом раскладе выигрывает. Да, Китай. И им очень, им не нужны никакие не вторичные санкции, никакого ограничения, ничего им абсолютно не нужно. Они будут цинично окешивать свое достаточно большое положение в мире, отказываться от торговли. США торгуют партнер номер один, они не будут отказываться от этого. ни за какие ковришки, мне кажется. У них нет амбиций территориальных, это наши бредни обычно, потому что русские мыслят захватом чужих территорий и разделом всего на двоих, как Польша, а китайцы так не мыслят. На тех картах, где написаны были северные территории, я эти карты видел, эти карты, хоть и написаны на мандарине, они тайваньские, так как говорящий по-русски Чан Кайши, учившийся в России, потом организовал отдельное государство, Тайвань, СССР, дружа с Мао Цзэдуном, не признала Тайвань, Тайвань не признал Россию. На тайваньских картах действительно написано Русь, Лосси, до Урала, а над Китаем написано северные территории. Курильские острова, Китай временно оккупированной Россией. Я был в Тайване девять раз и прям хотел купить, привезти этот глобус, но что-то ему мешало. Через три недели буду на Тайване первый раз, я сначала еду в Японию, и через три недели у меня там семья сейчас в Японии, и две недели спустя я буду в Тайване и хочу там как раз тоже проехаться по местам славы, Куминтанго и так далее, и поснимать интервью там с людьми. Я еще прилетал, я еще прилетал, аэропорт был Чан Кай Ши, аэропорт. Чан Кай Ши, да, 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 да. Я прилетал, когда еще не было прямых рейсов из континентального Китая, первый раз в 99-м, когда золотые часы, бриллианты, кольца, сумки Луи Вутон даже не прятали, и рамок не было на... не было воровства, вообще ноль воровства было, потому что не было ни русских, ни социалистических китайцев, ни каких-то других наций, которые нечестные, изначально вороваты. А годы с 2004, как у них пошел прямой рейс из континентального Китая, стали привязывать эти и ставить рамки. Евгений, вы видели встречу Путина с предпринимателями вот в этом контексте? Нет. Вот сейчас только что произошло, Путин считает, что страна сейчас проходит этап масштабных позитивных перемен по укреплению своего суверенитета. Экономика России начнет развиваться по новой модели, утверждает Путин, позитивные тенденции набирают силу и про инфляцию, которая будет в 20-м году ниже, чем в еврозоне и так далее. По вашему вниманию предлагаю небольшой кусочек из этого выступления. Целевая инфляция. Для сравнения, конечно, это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики и всех стараются, сами себя стараются в этом убедить и наших партнеров пытаются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики. Ну вот он говорит про то, как европейцы пытаются убедить в крахе российской экономики, не дождутся, а он убедительно при этом выступает о том, что в России такое светлое будущее уже в 2023 году, в этом году. Ну, прошлый год был из-за, опять-таки, нефтегаза был очень, очень основательный, да, и несмотря на введенные санкции увеличения логистических цепочек, там, часть государственных, часть частных денег прицепили, где-то привязали в Европе, самолеты приземлили в частные, в Эмиратах. Несмотря на это, деньги за нефть и газ все приземлились к Путину в карман, поэтому у него было абсолютно нормально. Да, сейчас денег будет меньше, но с позиции 74 за баррель, бренд, даже с учетом всех скидок, это все равно выше себестоимости, поэтому он может пока спокойно надувать щеки, и действительно слухи о смерти экономики преувеличены, здесь с ним нужно согласиться и не одурачивать самоих себя. Вот. Будет ли инфляция ниже, чем в еврозоне из-за того, что они ее фейково считают? Да, будет, на самом деле нет, не будет. она будет больше, чем в еврозоне, потому что поднятие ставок, которое сейчас произошло и в Америке, и в Британии, и в еврозоне, по сути, оттормозило и снижение цены на газ, по сути, оттормозило инфляцию. Та денежная масса, которая была напечатана в связи с ковидом, она, мне кажется, уже вот эта инфляционная волна, она либо заканчивается, либо подходит к концу, мне кажется. Вот. Если они не захотят с помощью разорившимся банкам напечатать еще денег, вот, а дать им спокойно разориться вместе со всеми вкладчиками, то больше инфляции из чего? если шаловливые ручонки не будут тянуться к станку, который печатает, то инфляции не будет. Вот 80 миллиардов долларов собственно Россия накопила на заубежных счетах, это, и вот Дмитрий Потапенко, известный блогер, финансист, он, вот, его цитаты из недавнего интервью, что счета россиян закрылись в Европе, но пооткрывались в Китае, Дубае. Я вот мотаюсь между всеми странами мира, пишет Дмитрий, и могу сказать, что самое большое количество денег активно настроенным средним классом россиян было вкачано в Турцию, Дубай, Казахстан. Европа, попросту говоря, кроме денег потеряла крепкое общество, которое было настроено исключительно против войны. Это вот, кстати, к разговору о вот индульгенции, которые пытались выписать Абину и Фридман, это история с Венедиктовым, я знаю, ваша позиция такова, что это абсолютно непродуктивная и бельяющая в том числе и Украине позиция, вот так без разбору всех пенализировать. Полностью, полностью согласен и с Потапенко, и с вами. Я не преждаю, я говорю, потому что, вы знаете, это очень токсичная позиция в Украине, и я просто... Да, я знаю, ну что поделать, как говорил мой один бывший друг, я не девочка, что всем нравится. Вот, ну, позиция непопулярная, но если ты видишь черное и белое, ты можешь промолчать, когда все говорят на черное и белое, а можешь аккуратно все-таки сказать, давайте сравним все остальные белые предметы и поймем, что это не черный цвет, а все-таки скорее ближе к белому. Вот. Есть бизнесмены, заработавшие благодаря Путину, есть вопреки. Вот. А есть, которые зиганули и сидят там в этих совбезах и прочих. Вот. И людей с работы отправляют на войну. А есть, которые не зиганули, они высказались никак. Их санкционировать за это, это просто подыгрывать Путину, подмахивать ему. Вы еще одно государство забыли, которое феноменально нажилось на вот этих европейских санкциях, это Израиль. Самое большое, да, очень много уехало в Израиль, открыли там бизнесы, купили недвижимость, а самое большое, безусловно, конечно, Эмираты. Около 70 миллиардов инвестиций за год из России. Немоверно. Вот небольшое, я хотел уже поговорить немножко и про военную ситуацию, и на политическую. Вот еще совсем короткая, если позволите, цитата от Путина, на мой взгляд, очень такая, знаете, показательная. Я часто, ну, мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто очень слышал, ну, там надежнее. А теперь? Ну, тролль, конечно, редкий, как бы, а теперь, то есть... Да, ну, а вы знаете, что произошло после этого? Это было на моем предыдущем интервью, за которым я опоздал, а после этого там все стали и начали аплодировать. То есть это, а теперь это он говорит про то, что войну, которую он развязал, из-за которого Россия, как вы говорите, оказалась в полуизоляции. Это он говорит про прятание денег в офшорах, что теперь там небезопасно прятать деньги в офшорах. Из-за его действий в Украине? Да, да, да. Да, и реакция, то есть, ну, понятно, а что ждать от этих людей? Это же не... Не, не, абсолютно ничего. В лучшем случае держатели общака, если хорошо уже стоят, как бы, а просто мелкие сошки, собственно, ну, ожидать каких-то резких вопросов там или демаршей, знаете, остается только мечтать об этом. Ну, безусловно, таких людей туда даже, которые могут демаршировать и которые могут там не встать и не зигануть, ну, там еще можно не зигануть, да, кстати, вот, которые будут как-то против, таких там не может быть. Евгений, по поводу Пригожно, в Кремле считают, высказанное Пригожно, угрозой власти России, опять-таки, об этом говорит американский институт изучения войны, сразу скажу, что у меня вызывает много сомнений, часто их такие вот отчеты, доклады и заявления, тем не менее, они анализируют и пришли к такому выводу, что член связанного, даже вот, они как бы отмечают, что член связанного с Кремлевым дискуссионного клуба Валтай, вот еще одного такого, Алексей Мухин обвинил Пригожно в преследовании политических целей в России, которые якобы ставят под угрозу силы его же Вагнера в Бахмуте. Речь идет о саркастическом заявлении Пригожно от 11 марта о том, что он будет баллотироваться в президенты Украины и так далее. Многие вот это анализировали, тот же Александр Невзоров посокрушался, так я имею ввиду, иронически, что из серьезного персонажа он начинает вот, знаете, копировать Жириновского и может превращаться в некого Жириновского. Ну, а кое-кто считает, что это действительно просто такой крик, такой крик души, отчаяния, что его постепенно маргинализируют в этой всей иерархии. Тем не менее, я знаю, вы считаете, что Пригожин остается любимчиком Путина и крайне доверенным лицом, поэтому, наверное, как бы не слишком привлечены вот эти заявления, которые я сейчас... Я думаю, что они преувеличены. Я не думаю, я про любимчика я очень не уверен, но, конечно, когда он тогда обслуживал их с Бушем, наверное, у них были какие-то прям теплые отношения, какие сейчас отношения, не знаю, но доверяют он ему точно в какой-то степени. И если бы он ему не доверял, он бы не насыпал такое количество денег, ну, потому что они же могут... У них огромный бюджет, они построили дорогущее здание в Питере, они содержат... зарплатами содержат десятки тысяч людей, десятки тысяч людей большими зарплатами. У них у техники даже есть свой самолет. Вот. Так как из бюджета ему эти деньги насыпают из российского, это говорит о том, что доверие к нему, безусловно, есть. То, что человек, он харизматичный, это мы не можем... То есть, то, что он абсолютно воплощенное зло, не перечеркивает то, что у него есть определенное... Ну, вот есть, да, как есть панк-обаяние, да, есть обаяние тиранов, да, есть обаяние вот просто абсолютнейших... Ну, вот там, да, мем... Вот кто-то же делает мем из Чикатило, да, вот. Потому что, ну, вот есть какой-то... Я не знаю, как... Я не психиатр, чтобы описать это, профессиональным языком, но вот есть часть людей, которые тянутся к такому абсолютному злу. Вот. А... Безусловно, он это понимает, он говорит так, что его слушают, его манера вещать вот это спокойное, акцентированное, акцентированное, очень четко, медленно, он говорит. И в целом... По фене ботает, уверенно, ну что же там говорить. Да, да, по фене ботает Путин тоже уверенно. Но если ты Путину, говоря, не веришь, ты понимаешь, что это все, что он говорит, вранье, то Пригожин, в словах Пригожина вранья гораздо меньше. Вот. То есть, почему все внимательно смотрят там, например, того же Стрелкова Гиркина, да? Потому что все понимают, что какой бы он ни был, ну, просто упырь, да, продавший очень давно душу дьяволу и живущий своими там фантазиями о какой-то великой Новороссии, бесправной, но очень гордой собой субстране, вот. Но ты понимаешь, что если взять сто процентов слов, то там вранья-то мало. Он выражает свои желания, свои опасения, он все там вот как-то пишет нытье, он все время пишет об опасениях. То есть, он сигнализирует, что не так туда, в Кремль, по сути, да? Но то фронт посыпется, нам придется отступать, и вот это все. И ты понимаешь, что человек проанализировал, к нему стоит прислушиваться. То же самое, безусловно, стоит прислушиваться к Пригожину и внимательно смотреть, что он делает, потому что по старой, видимо, привычке, он в отличие от Путина реально сидел, там нужно отвечать за слова, и поэтому без крайней, крайней необходимости, я не думаю, что он будет прямо врать. Вот, а Путин ботает все, что в голову взбредет. Для Путина наоборот, сказать правду, это проявить слабость. Вот, поэтому путинские слова нужно смотреть, единица, все наоборот, а к его этим чертям и упырям нужно прислушиваться, потому что они могут намерений или опасения просто запалить. он еще сразу, чтобы не выдирали из контекста, они все являются международными военными преступниками, их всех нужно судить в Гааге, всех до одного, харизматичных, не харизматичных, молчащих или многоговорящих, говорящих правду или ложь, все путинское военное окружение являются абсолютными одной террористической группировкой, просто по-разному управляем, чтобы не выдирали больше, а то вас любят. Нет, нет, Пригожин еще, Пригожин, да, и под заголовочком, да, Пригожин, фо пацан, не, он еще умеет даже простить украинцам, вы знаете, я вот часто так задумываюсь, когда он неоднократно был пойман на вот хвалении, восхвалении доблести украинского воина, что сражаются они классно, потому что, а, и тут еще он подвязывает это, потому что, это же славяне, и русские славяне, и все мы славяне, а славяне реально бьются как никто, и вот неоднократно об этом говорили. Вот, вот это самое опасное. Как будто бы действия баллотируется на президента, знаете, Украины. Вот это самое опасное и есть. Поэтому, безусловно, еще раз говорю, прислушиваться, прислушиваться, анализировать то, что он говорит, безусловно, нужно. Евгений, вот катастрофические потери, Вагнера и российской армии по тысяче там на Бахмутском направлении, тем не менее, идут, и идут, и идут, и вот, сколько там, да, 980 позор, вчера тысяча, сейчас, вот вчера, как бы, уже 162 тысяча по украинским данным погибло и так далее. И вот мы слышим, что российские регионы начали сейчас выдавать повестки военкоматы. Пока месяц они пишут, что это для уточнения данных, но, судя по всему, опять готовится очередная вот такая волна и опять, что ли, на горизонте не предвидится никаких бунтов, возмущения, границы открыты, уезжайте, кому надо, а кого надо, мы все равно найдем и бросим опять в топку под Бахмут. бунты могут быть, если им вовремя не заплатят, либо заплатят меньше, либо там не заплатят. Да, никак, по другим причинам на данный момент их не может быть. бунт не может быть в стране, которая, ну, то есть, с момента прошлого нашей встречи у нас добавилось очень важное, очень важный признак именно не авторитарного, а тоталитарного общества. это требование к детям быть на уроках главным и, например, картинка «Миру мир», которую нарисовала, по-моему, 13-14-летняя девочка, ее забрали, считай, в тюрьму, раз ее не пускают, в приют, где у нее отобрали телефон и выставили ментов и не пускают ни родных, ни адвокатов. Вот, отца арестовали. Вот, в тоталитарной стране бунты рабов бывают только от голода. И то не всегда. В тоталитарной стране по большому счету не бывает бунтов. Во время, ну, вот, вы хорошо, я абсолютно уверен, вы хорошо знаете историю СССР и Украины. Вот, просто напомните мне, какие бунты были во время голодомора. Крайне болезненная тема. Вот, я понимаю, что у меня руки чешутся, язык чешется говорить о неприятных вещах, но их толком не было. Понятно, что, безусловно, какие-то люди сопротивлялись, безусловно, какие-то люди брались за оружие, но они не могли объединиться, и их всех перестреляли, а также перестреляли тех красноармейцев, которые им сочувствовали, а также тех красноармейцев, которые, грабя крестьян, что-то украли себе, их тоже перестреляли, потому что, когда слепое, чистое зло, абсолютно бесчеловеческое, и люди с вымранным человеческим приходят к тебе с оружием и отбирают у тебя последнюю еду, и ты понимаешь, что вот сейчас у тебя отбирают еду, но у тебя есть шанс, потому что ты остался еще жив, а если ты за этой едой своей протянешь руку, тебя проткнут просто при всей твоей семье или выстрелят, если пуле не жалко. Вот, у нас еще один, еще одна ступень, еще один угол разворота туда, и они начали с самого чувствительного, и где люди теряют волю, начали с детей. И таких случаев уже несколько, нужно ходить на уроки мозгопромывки, потому что взрослые, сложившиеся там при Ельцине, позднем Горбачеве, хотят и помнят свободу, а здесь можно, как им кажется, лепить любой материал из неокрепших детских душ, и родители под страхом потерять просто своих детей, что их заберут в приют, и там могут и убить, и изнасиловать, и все, что угодно. Это приют, в России это тюрьма. Под страхом этого, безусловно, будут со всеми разговаривать, чтобы молчали, не разговаривали, или зиговали, как их просят. А по сути от детей от первых потребовали зиговать, потому что марширование и вот это смотр строя песни, вот это говнище, которое у нас, простите, закончилось в 89-м или 90-м году, вот оно сейчас всплывает повсеместно в России, просто по приказу Путина, по приказу из Кремля из администрации. Вот в чем состоит кошмар. Бунтов не будет поэтому потому что еще чуть-чуть и так или иначе мы констатировать скорее тоталитарное государство, чем авторитарное придется. Когда сейчас очень большие бизнесмены или очень известные люди не могут мизиковать и дети теперь уже. Вот. А поэтому бунты будут только когда не будет задержка зарплаты, это считают несправедливым, это считают абсолютно святым, что платить должны вовремя. Вы взяли на себя столько, государство впечатило очень много на себя в России, и кормить вовремя это обязанность хозяина. В этом кошмар, Евгений, но в этом и парадокс, что Путину при этом не нужно в отличие от Голдомора 1937 года прибегать к штыку. Это пока еще вегетарианский режим по сравнению со Сталиным все-таки. то есть убийства, как в Иране даже нет. Нет, этого нет, потому что весь прошлый год вот те самые 80 миллиардов, о которых говорил Потапенко, это абсолютный чистый суперпрофицит за нефть и газ, которые выросли из-за им же объявленной войны. вот они дальше не запланировали. А на какой-то период времени они все просчитали достаточно хитро. Почему я когда в интервью с Гордоном говорил, что Путин дурак, он сумасшедший. Нет, у дурака и у сумасшедшего такого бы не получилось. Это глубоко больной человек, у которого изначально вводные ошибочные. То есть у него изначально когда забивали в дано, там ошибка закралась о том, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Когда ты будешь национальным героем либо ты будешь национальным проклятием в истории. Вот. Там в этом. А потом если ты много лет работал над тем, чтобы свою власть оставить и защитить именно свою власть и понимая, финансовая стабилизация для этого крайне важна. Поэтому у него очень сильные финансисты, поэтому там все эти Силуановы и Набиулины, которые знают с какой стороны подойти к калькулятору, они там все занимаются, вот они там, грубо говоря, с самолета стреляют, хреначат, ломают и прочее, а эти стабилизируют его в горизонтальном летящем положении, если так можно сказать. Вот в конце нашей беседы мы суммируем как уже не первый раз, что судьбу не только Украины, но и России решат все-таки вооруженные силы Украины, ВСУ, ЗСУ, как мы говорим на Украинском. Это, правда, жизни не поменялось. Это не поменялось, и мы я бы очень хотел, чтобы как можно они были оборудованы со стороны западных партнеров как можно быстрее и как можно круче, чтобы не терять жизни. Ну вот, я сейчас нахожусь в Варшаве, я встречался только что с зам спикера Сената, господином Богданом Борис забыл уже фамилию, Богдан Боресиус, короче, и вот он сказал, что собственно Польша дает 4 МИГа Украине, Польша остается фарватер этой поддержки и 10 Рамштайн, хорошие сигналы, поживем увидим, очень надеемся. Спасибо большое Евгений за, как всегда, за такую щедрость с вашим временем и вашим инсайдом. Вам спасибо. Евгений и за вашу помощь, которую вы оказываете не словом, а делом Украине, один из немногих. Спасибо большое. По-настоящему хороших русских, без иронии тут скажу. Евгений Чичваркин, подписывайтесь на Инстаграм Евгений Чичваркин, подписывайтесь на фабрику новин, друзья. Спасибо, что смотрели нас. Игорь Негода. Игорь Негода.